Сигзаур 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 будет непрямой. Присоединение магазина на SIGZAUR 516 также выполняется достаточно быстро и не требует детальной ориентации направления движения магазина. Клавиши извлечения магазина на SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX двустороннего размещения. Расположение клавиш стандартное для компоновки семейства AR-15. Клавиша размещена над шахтой приемника магазина перед спусковой скобой и для ее нажатия достаточно снять указательный палец со спускового крючка не отрывая при этом руки удерживающей рукоять. Извлечение магазина ровное без каких-либо задержек. С правой стороны верхнего ресивера находится окно выброса гильз оборудованное защитной металлической шторкой, предотвращающей попадание пыли и грязи. Шторка подпружинена и механически синхронизирована с движением затвора. Она открывается при взводе затвора. В задней части верхнего ресивера SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX расположен вспомогательный досылатель, который позволяет механическим усилием загнать патрон в патронник в случае его недосыла при подаче из магазина или некорректной работы стрелка при взводе рукояткой взвода затвора. Двухпозиционный переключатель предохранителя. Этот элемент безопасности на SIGZAUR MCX и SIGZAUR 516 выполнен в двухстороннем варианте, непосредственно над рукояткой управления огнем. Расположение переключателя и его рабочее положение позволяют очень быстро привести карабин в готовность к стрельбе. Большой палец удерживающей руки, а это справедливо и для стрелка с левой ведущей рукой, находится в непосредственной близости к предохранителю и при формировании хвата флажок предохранителя естественным движением большого пальца быстро переводится из горизонтального SAVE в вертикальное FIRE положение. При постановке на предохранитель происходит блокирование спускового крючка. На левой стороне центральной части нижнего ресивера на SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX размещена клавиша затворной задержки. Ее размещение также стандартно для линейки AR-15. Функциональность клавиши на SIGZAUR MCX помимо снятия с затворной задержки позволяет осуществить и постановку на затворную задержку. Для этого необходимо нажать на увеличенную площадку нижней части клавиши, предварительно отведя затвор назад рычагом взвода. Постановка на затворную задержку также происходит по окончании боеприпаса. У винтовки SIGZAUR 516 клавиша по остановке на затворную задержку не имеет нижней площадки. Расположение рычага взвода стандартное для этого формата винтовок и карабинов. Единственный нюанс, который заметят поклонники компоновки AR-15, это то, что рычаг смещен ближе к верхней части ресивера. Это объясняется отличным от классической AR-15 принципом работы винтовок, а именно использованием схемы с газовым поршнем. Рычаг взвода затвора изготовлен из металла. Рукоятка рычага взвода на SIGZAUR MCX оборудована двумя блокировочными клавишами, что позволит комфортно его использовать как правой, так и левой рукой. Рукоятка рычага взвода на SIGZAUR 516 классическая с одной блокировочной клавишей. Еще одно отличие между SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX это варианты прикладов. SIGZAUR 516 оборудован телескопическим, а SIGZAUR MCX складным прикладом. Приклад SIGZAUR 516 состоит из трубы буфера отдачи, которая также является направляющей и плечевого упора. Регулировка длины приклада осуществляется при помощи фиксирующего рычага, расположенного в нижней части окна упора. Возможный диапазон регулировки составляет 5 позиций, что позволяет увеличить длину приклада на 18, 34, 50, 68 и 84 мм. Приклад SIGZAUR MCX представляет собой рамочный складной приклад и оборудован шарнирным соединением, которое также выполняет роль фиксатор. Складывание приклада производится в левую сторону. Для этого необходимо приподнять раму приклада вверх, освободить от фиксаций и сложить приклад. Плечевые упоры прикладов оборудованы амортизирующими резиновыми накладками. На винтовках SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX установлены пистолетная рукоять и приклады собственного производства компании SIGZAUR. Винтовки SIGZAUR 516 могут оборудоваться стволами длиной 7,5, 10, 14,5 и 16 дюймов. Винтовки MCX могут быть оборудованы стволами длиной 9 и 16 дюймов. Стволы свободно вывешены с хромированными каналами и изготовлены по военным стандартам. Для обеспечения дополнительной защиты стволы обработаны специальным покрытием нитрит. Количество нарезов ствола 6, а шаг нарезов ствола зависит от используемого боеприпаса. На стволах, предназначенных для использования калибра 5,56х45 НАТО, шаг нарезов 1 к 7. На стволах, предназначенных для использования боеприпасов калибра 7,62х39, 1 к 9,5. И на стволах, предназначенных для использования калибра 300 БЛК, шаг нарезов 1 к 6. Конструкция SIGZAUR 516 и SIGZAUR MCX предусматривает возможность смены ствола, причем это может быть выполнено в полевых условиях без набора специальных инструментов. В заводской комплектации стволы оборудованы пламегасителями и предусматривают возможность крепления глушителя. На стволе установлен газовый блок, но его конструкция отличается от аналогичного элемента на других винтовках и карабинах, использующих компоновку AR-15. Газовый блок Sigzaur 516 и Sigzaur MCX оборудован регулируемым газовым клапаном. Регулировка на примере Sigzaur 516 выполняется переводом в одно из четырех положений рукоятки газового клапана. Предусмотрены следующие режимы установки клапана. Нормальный – стрельба в обычных условиях. Неблагоприятный – при использовании винтовок в неблагоприятных условиях, например экстремальная окружающая среда. Режим подавления – стрельба с глушителем – представляет собой частичное отключение газовой системы. И режим «Отключено» – это полное отключение газовой системы и использование винтовки исключительно с одиночным режимом стрельбы. Следующий элемент винтовок Sigzaur 516 и Sigzaur MCX – квадроплатформа для крепления стрелковых аксессуаров, которая также выполняет функцию цевья. На Sigzaur 516 платформа состоит из верхнего и нижнего элементов. На Sigzaur MCX – это облегченная алюминиевая каркасная конструкция, которая крепится непосредственно к нижнему и верхнему ресиверам и фиксируется штифтом в передней части нижнего ресивера. Далее рассмотрим внутренние конструктивные особенности винтовок. Разборка обеих винтовок производится по типовой для AR-15 схеме, но учитывая другой газоотводный механизм с некоторыми особенностями. Для разборки необходимо проверить винтовку на наличие патрона в патроннике, извлечь штифты в задней части нижнего ресивера и разъединить два основных элемента карабина. Одной из интересных особенностей соединения ресиверов на винтовках Sigzaur 516 и Sigzaur MCX является подпружиненный шток во внутренней полости нижнего ресивера. С его помощью при соединении верхнего и нижнего ресиверов устраняется люфт и достигается ощущение целостности соединения этих элементов винтовок. Далее для демонтажа квадроплатформы на Sigzaur MCX необходимо извлечь штифт в передней части нижнего ресивера и просто сдвинуть платформу вперед. Далее отводим на некоторое расстояние назад рукоятку взвода затвора, извлекаем раму с затвором, на Sigzaur MCX раму с затвором и возвратными пружинами и извлекаем рукоять взвода затвора. Для разборки затвора необходимо Sigzaur MCX. Отсоединить возвратные пружины с направляющими. Далее извлечь штифт крепления ударника с левой стороны рамы с затвором и извлечь ударник. Повернуть кулачковый штифт крепления затвора и извлечь сам затвор. Для отсоединения платформы на винтовке Sigzaur 516 прежде всего необходимо извлечь газовый поршень. Для этого необходимо нажать на кнопку, расположенную в торце газового блока, повернуть головку газового поршня по часовой стрелке и извлечь его. Далее на Sigzaur 516 необходимо открутить два винта крепления платформы к нижнему ресиверу, четыре винта, соединяющих верхнюю и нижнюю элементы платформы и снять их. В разобранном виде мы можем увидеть непосредственно сам газоотводный механизм, который конструктивно отличает эти винтовки от классической AR-15 с газоотводным механизмом разработки Eugen Stoner. Работа автоматики газоотвода вместо длинной газовой трубки над стволом с прямым газоотводом на раму с затвором, применяемый в конструкции AR-15, использует отдельный газовый поршень. На винтовке MCX поршень с коротким рабочим ходом и вся его конструкция в сборе гораздо меньшего размера по сравнению с конструкцией Sigzaur 516. Учитывая конструктивные отличия газового поршня в сборе, у винтовок также отличается конструкция рамы затвора. Поршень после выстрела через специальный шток передает импульс давления пороховых газов на раму с затвором, тем самым осуществляя ее движение. Такая реализация газоотводного механизма позволяет обеспечить более стабильную и надежную работу механизмов винтовок. Это достигается за счет попадания гораздо меньшего объема пороховых газов внутрь верхнего ресивера и меньшего образования нагара на раме с затвором и элементах ударно-спускового механизма и соответственно дает меньшую вероятность заклинивания винтовки. Также такая конструкция облегчает обслуживание винтовок и увеличивает интервал между обязательной чисткой оружия, особенно когда вы ограничены в наличии свободного времени, например в условиях ведения боевых действий. Крепление ствола на Sigzaur MCX осуществляется при помощи двух винтов в районе патронника и замена ствола может производиться без полной разборки винтовки. Но в таком случае обязательно необходимо поставить винтовку на затворную задержку, чтобы разъединить ствол и затвор и снять цевьё. На Sigzaur 516 схема крепления ствола аналогична схеме AR-15. Телескопический приклад Sigzaur 516 оборудован буфером отдачи. Такая конструкция аналогична конструкции большинства винтовок и карабинов, построенных по схеме AR-15. В Sigzaur MCX, на которой установлен рамочный складной приклад, конструкция рамы с затвором предусматривает использование двух возвратных пружин. Именно они и обеспечивают возвратно-поступательное движение рамы с затвором и сглаживание импульса отдачи при стрельбе из винтовки. Сборка винтовок осуществляется в обратном порядке. Ударно-спусковой механизм винтовок Sigzaur 516 и Sigzaur MCX куркового типа и полностью изготовлен из стали. Ход спускового крючка плавный с определенным усилием. На Sigzaur 516 длина хода спускового крючка составляет около 4 мм. Усилие спуска 3,5 кг. На Sigzaur MCX длина хода спускового крючка также около 4 мм. А усилие спуска на различных модификациях винтовки составляет от 2,99 до 3,9 кг. Обратный рабочий ход спускового крючка и на Sigzaur 516 и на Sigzaur MCX составляет около 3 мм, что в режиме одиночной стрельбы позволит вести стрельбу в довольно высоком темпе. Прицельные приспособления на винтовках выполнены из полимера и металла. Мушка классической открытой формы с боковыми лепестками, которые кроме защитной функции создают оптический туннель для удобства прицеливания. Заднее прицельное приспособление представляет собой сменный диоптрический целик. Регулировка мушки и целика легко выполняется в полевых условиях и без использования специальных инструментов. Для этого используются вспомогательные регулировочные приспособления, размещенные непосредственно на целике и мушке. При использовании оптического или коллиматорного прицела штатные прицельные приспособления складываются. Магазины на Sigzaur 516 и Sigzaur MCX коробчатые двухрядные. Емкость штатного магазина составляет 30 патронов. Штатные магазины не оборудованы окнами для визуального контроля количества боеприпасов. Штатные магазины металлические. Винтовки оставили очень позитивное впечатление. Объединив в своей конструкции популярный дизайн и модульность конструкции AR-15, с надежностью работы газоотводного механизма с газовым поршнем, а также возможность быстрой смены ствола на винтовке MCX, Sigzaur создали чрезвычайно эргономичные и удобные в управлении образцы современного стрелкового оружия. А поклонники оружия этого бренда и формата AR-15 получили долгожданный вариант армейской штурмовой винтовки, которая объединила в себе элементы AR-15 и AK. Надеюсь, вы также высоко оцените винтовки Sigzaur 516 и Sigzaur MCX, которые представлены на рынке Украины компанией Тактические системы, официальным эксклюзивным представителем Sigzaur в Украине. Не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием и берегите себя. Всего вам доброго! Чтобы первыми узнавать о выпуске новых обзоров, вам необходимо оформить подписку на YouTube-канале GunsReview или на сайте GunsReview.com. Вы также можете оставлять свои комментарии на Facebook-странице GunsReview.